Всем привет, с вами снова я, Артём, и у меня, как обычно, новости кино. Странные изменения, нет пути домой, тизер сериала Властелин колец, Тоби Магуайр в Докторе Стрэнджа 2, Блэйд, новый Ник Фьюри и экранизация Gears of War. Так что, хорош трепаться, или, как говорится, Cut the Crab. Новости недели. Для начала напомню вам, что уже в следующем месяце состоится релиз долгожданной игровой экранизации, наверное, одной из моих самых любимых видеоигровых серий. Uncharted на картах не значится, и, судя по трейлерам, этот фильм будет невероятно каноничным. Премьера запланирована на 10 февраля, поэтому уже пора бы начать перепроходить легендарные игры серии, которые ничуть не уступают голливудским блокбастерам ни в постановке, ни в драматургии. И сейчас самое время, ведь PlayStation выпустили перездание двух последних игр серии. В сборник Uncharted. Наследие воров войдут улучшенные версии Uncharted 4. Путь вора и Uncharted. Утраченное наследие. Игры расскажут истории нескольких охотников за сокровищами, в частности, знаменитого Найтана Дрейка и его брата Сэма. Герои распутывают клубок исторических событий и путешествуют по всему миру в надежде отыскать легендарные артефакты, считающиеся мифами. И сделать это им придется раньше их конкурентов, наемников и пиратов, мечтающих озолотиться. И все это упаковано в увлекательную историю, насыщенную крутыми схватками и зрелищными экшн-сценами. Сборник выходит уже 28 января на PlayStation 5. Благодаря мощному железу новой консоли в игре обновили графику и проработали все детали, чтобы на 4К экранах можно было рассмотреть каждую мелочь этого тщательно проработанного мира. А лучше погрузиться в этот мир поможет пространственный 3D-звук и специальные функции DualSense, вроде адаптивных триггеров и тактильной отдачи, тогда как быстрые загрузки сотрут границы вымышленного мира. PlayStation также сотрет границы и между игроками, ведь впервые Uncharted появится и на ПК, но эта версия выйдет чуть позже. В общем не пропустите, ведь Uncharted на мой взгляд это лучшая приключенческая игра эво. Так что ссылка в описании. Но теперь к кассовым сборам. С релиза Человека-паука Нет пути домой прошло уже больше месяца, но дружелюбный сосед продолжает устанавливать рекорды. На прошлых выходных в прокат вышла новая часть легендарной серии Slash of Creek, которая превзошла все прогнозы аналитиков и заняла первенство в прокате, собрав на старте 30 миллионов долларов. Однако неделю спустя на первое место вновь вернулся Нет пути домой. Триквел-паука уже заработал свыше 720 миллионов долларов, чем выбил себе четвертое место в списке самых кассовых картин в американском прокате, обогнав Черную Пантеру. Ему осталось собрать еще 40, чтобы обойти аватара с его 760 миллионами и попасть в тройку самых кассовых фильмов в истории США. А вот до первого места, который удерживает пробуждение силы, у Паука вряд ли получится дотянуться, ведь до него еще аж целых 200 миллионов. Общие сборы Нет пути домой тоже продолжают устанавливать рекорды. Паук собрал по миру 1 миллиард 700 миллионов долларов, став шестым самым кассовым фильмом за всю историю. И вряд ли это максимальный результат. Время у фильма еще есть, ведь цифровая версия должна выйти в марте, да и Китай все еще может дать фильму прокатное удостоверение. Так что Паук еще имеет шансы стать самой кассовой лентой в истории. И несмотря на то, что прокат еще идет, Марвел почему-то решили поменять в фильме несколько сцен. Пользователь Твиттера заметил, что в фильме изменили сцену, где Норман Осборн разговаривает с Зеленым Гоблином. В сцене поменяли угол обзора, добавив внутреннему конфликту больше драмы. Также изменениям подверглись сцены появления двух старых пауков, в них поменяли спецэффекты и цветокор. И да, Марвел выпустили официальные кадры из фильма с тремя пауками, так что это уже точно не спойлеры. В любом случае изменения незначительные, так что кажется, что Марвел просто исправили недоработки постпродакшена перед релизом цифровой версии фильма. Китайские цензоры тоже решили кое-что поменять в бойцовском клубе. Фильм Дэвида Финчера впервые появился на китайском стриминге Tencent Video, но с измененной концовкой. Оригинальный фильм окончился сценой с уничтожением небоскребов, однако в китайской версии фильм оканчивается прямо перед взрывом, и на экране появляется сообщение о том, что всех арестовала полиция, а рассказчика посадили в психиатрическую клинику, откуда он вышел только в 2012 году. Чак Паланик уже отреагировал на эту новость в Твиттере с большой долей сарказма. Вы видели это дерьмо? Это супер замечательно. В Китае каждый может хорошо кончить. Интересно, что поменяют в нет пути домой для релиза в Китае. Успех Человека-паука не мог не сказаться на индустрии, и Sony уже смотрят в светлое паучье будущее, и, судя по слухам, даже собираются снять отдельный фильм про троицу пауков. И Эндрю Гарфилд совсем не против вновь сыграть Человека-паука вместе с Томом Холландом и Тоби Магуайром. Я бы очень хотел продолжить работать с Тоби и Томом. Мне кажется, что такая динамика между тремя братьями очень сочная. Да, Гарфилд теперь совсем не боится рассказывать о возвращении к своей роли. Ведь весь последний год ему приходилось врать о том, что он снова сыграет паука. И он не жалеет об этом, ведь так им удалось удивить фанатов, даже несмотря на то, что все они ждали возвращения героев. Я думаю, что когда вы уверены, что что-то произойдет, и вы хотите, чтобы это произошло, то когда дело доходит до момента, когда вы вот-вот узнаете, произойдет это или нет, внезапно возникает странный инстинкт самосохранения, и у вас появляется мысль о том, что этого может не произойти. Но не все, кому врал Гарфилд, оценили это решение, и среди них его коллега и подруга Эмма Стоун. Эмма постоянно спрашивала, снимаюсь ли я в новом Человека-пауке, а я отвечал, что не понимаю, о чем она. Тогда она сказала, заткнись и просто ответь мне, но я продолжал говорить, что честно, не понимаю, о чем она. Это было забавно, ведь я не мог рассказать ей. И когда она посмотрела фильм, то сказала, ну ты и придурок. Но я просто не хотел никому говорить, потому что считал это суперсерьезным, и я не рассказывал никому. А ведь Эмма Стоун стала главной причиной, почему Гарфилд согласился вернуться к роли Человека-паука, а точнее ее героиня, Гвен Стейси. Когда Эндрю рассказывали идею этой истории, то у студии пока не было сценария, однако в уме уже была сцена, где Питер Паркер из нового Человека-паука спасал Эмджей, тем самым искупая смерть Гвен. Это важный момент, когда, можно сказать, старший брат через вселенную спасает младшего брата от той же участи. Если бы тот портал не открылся, и моего Питера Паркера не было рядом в тот момент, возможно, его постигла бы та же участь. Вы внезапно попадаете в какой-то невероятный космический момент, когда я исцеляю худшую травму в своей жизни, одновременно спасая своего младшего брата от той же самой травмы. Это словно сцена из мифологии, и это просто невероятно красиво. Но у него, скорее всего, еще будет время, чтобы справиться со смертью возлюбленной, ведь, судя по слухам, нас ждет продолжение нового Человека-паука. Вот это поворот! А согласно последней информации известного инсайдера Дэниела Рихтмана, Эндрю Гарфилд должен стать главным Человеком-пауком кинематографической вселенной Сони. В сети ходит очень много слухов о том, что студия планирует столкнуть Человека-паука Гарфилда с Веномом Тома Харди, а значит, есть очень большой шанс, что мы увидим встречу персонажей на экране, и даже зловещую шестерку, ведь ранее Sony планировали сделать кроссовер между своей злодейской вселенной и киновселенной Марвел. Ну а теперь у студии есть полностью свой Человек-паук, и слияние двух вселенных – это логичный шаг для Sony. Но хотелось бы, чтобы не забыли и о другой незаконченной серии про Человека-паука, Ведь никто не мешает позвать Сэма Рэйми снять, наконец-то, четвертую часть о дружелюбном соседе, тем более, что у картины есть готовый сценарий. Сценарист дилогии «Новый Человек-паук» Джеймс Вандербилд рассказал, что когда он начинал работать над новой франшизой, у студии уже был готовый сценарий, однако затем боссы решили полностью перезагрузить франшизу. В четвертом фильме заинтересованы и верный соратник Рэйми – Брюс Кэмпбелл, исполнитель роли Эша в «Зловещих мертвецах». Кэмпбелл также появлялся в небольших камео в каждом фильме трилогии Рэйми про Человека-паука, и теперь он напоминает про фильм, выложив в Твиттере шуточное письмо, якобы от Сэма Рэйми. «Привет, это Сэм Рэйми, режиссер. Я пытаюсь сделать Человека-паука 4 с бюджетом Доктора Стрэнджа, но Кевин Файги убрал финансирование. Не мог бы ты прислать мне полторы тысячи подарочных карт iTunes, чтобы я мог нанять Тоби Магуайра? Спасибо». Но, кажется, Сэму Рэйми все-таки хватило денег, чтобы нанять Магуайра, ведь Тоби может появиться в мультивселенной «Безумие», если верить актерам дубляжа из Португалии. Мариана Торрес, которая дублирует в фильмах Marvel Элизабет Олсен, опубликовала фото с Манолой Рэем, голосом Человека-паука Магуайра в Португалии, и подписала «Хорошие времена грядут». При этом на Рэе надета футболка с тремя пауками, так что кажется, что это был ненамеренный спойлер, и Рэйми с Магуайром объединятся спустя 15 лет после «Человека-паука 3». Очевидно, это будет камео, но есть шанс, что в «Стрэнже» нам анонсируют четвертый фильм. Тем более, что сейчас идеальный момент, чтобы закончить старую серию, ведь и фанаты, и актеры хотят увидеть этот фильм. Кирстен Данст в одном из последних интервью сказала, что готова вернуться к роли Эмджей, если ее позовут. «Конечно, я сыграю Эмджей. Конечно. Меня несколько раз спрашивали об этом. Это не проблема. Это была огромная часть моей карьеры и моей жизни». Зиндая тоже должна вернуться к роли Эмджей. Дэниел Рихтман говорит, что бывшая девушка Питера, а также его друг Нед, вернутся в новой трилогии, даже несмотря на то, что они собираются уехать в Бостон, тогда как сам Питер останется в Нью-Йорке. Благодаря «Нет пути домой», кажется, возникает новый тренд на возвращение старых героев в новых фильмах. В интернете ходили слухи, что дополнительные съемки Доктора Стрэнджа в мультивселенной «Безумие» проводились в том числе для того, чтобы добавить в фильм побольше камео. Ну а инсайдеры Рихтмана обещают возвращение одного из самых мрачных героев Марвел – «Призрачного гонщика». Вот только непонятно, о какой версии персонажа идет речь. Это может быть совершенно новый герой, или же возвращение гонщика из агентов Щ.И.Т., которые формально являются частью КВМ. Ведь другие сериальные герои Марвел – Мэтт Мердок и Кинг Пин – уже появились в киновселенной. А еще есть дух мести Николаса Кейджа из двух старых экранизаций. Так что в Марвел грядет мрачная эра, которая темнее, чем когда-либо в истории. Первой такой главой киновселенной должен стать «Лунный рыцарь», который выйдет 30 марта. Да, Марвел раскрыли дату релиза вместе с первым трейлером сериала. И это явно будет нетипичный проект Марвел, ведь в центре сюжета герой, страдающий психическими заболеваниями, бессонницей и шизофренией. Правда, это, скорее всего, симптомы пробуждения в его теле сил египетского бога Хонсу. Именно это божество по комиксам дает герою сверхъестественные силы. Но в сериале «Каноничный ориджин» очевидно пересмотрят, ведь по комиксам «Лунным рыцарем» был Марк Спектр. Он был беспринципным наемником, пока не начал работать на африканского террориста, чьи методы заставили Марка пересмотреть свои взгляды. В итоге тот бросил героя умирать в пустыне, но Хонсу предложил Спектру вторую жизнь. А в обмен египетский бог будет использовать тело героя в качестве своего земного воплощения. В трейлере же нам показывают неуверенного сотрудника сувенирного магазина, Стивена Гранта, который страдает от диссоциативного расстройства идентичности, то есть раздвоения личности. А Марк Спектр, судя по всему, всего лишь одна из его личностей. И хоть в трейлере мелькают кадры с Египтом, кажется, что свои силы Стивен получит от какого-то древнего артефакта, который доставят в лондонский музей, где и находится тот самый сувенирный магазин. «Лунный рыцарь» может не только стать первым мрачным проектом Марвел, но и заложить основу для всего темного ответвления франшизы, ведь, судя по слухам, в сериале впервые представят знаменитого охотника на вампиров Блейда, который уже очень скоро должен получить свой собственный сольник. Информации о фильме пока очень мало, но, согласно последним слухам Рихтмана, главным злодеем картины станет Дракула. Легендарный вампир действительно появлялся в комиксах, где у него была даже собственная арка – Тумпов Дракула. И именно на страницах этой серии впервые появился Блейд, который затем очень долго преследовал Дракулу по всему свету. И очень может быть, что и в киновселенной он будет ключевым противником Блейда. Вполне возможно, что первые намеки на сюжет Блейда появятся уже в Лунном Рыцаре, ведь сам охотник явно пристально следит за мистическими вещами. Например, он уже связался с Черным Рыцарем в Вечных, предупредив его о силах Эбенового Клинка. Так что кажется, что Блейд будет кем-то вроде Ника Фьюри для мистической стороны киновселенной Марвел. Сам же Ник Фьюри сейчас находится в космосе, но совсем скоро мы увидим его в секретном вторжении, которое сейчас активно снимают. На первых кадрах с площадки можно увидеть обновленный облик бывшего директора Щ.И.Т.А., который снял повязку с глаза и отрастил брутальную бороду. Вместе с ним на кадры попал и Бен Мэндельсон, который играет Скрула Талоса. Он уже появлялся в Капитане Марвел и Человеке-пауке вдали от дома. Также можно увидеть героиню Эмилии Кларк, которая встречается с Марией Хилл. Кроме того, в Атланте, где проходят съемки, выстроили декорации места, похожего на Красную площадь. Да, действия сериала, видимо, затронут и Россию, и эти кадры даже попали в репортаж Первого канала, который связал этот сериал с нынешней политической обстановкой. В особенности они обратили внимание на языковые ошибки, вроде того, как пирожки назвали порошками. Порошки. Декорации на русском с ошибками. Градус истерии вокруг Украины в Америке с каждым днем нарастает. Да что ты, черт побери, такое несешь? На фотографиях с площадки можно заметить баннеры с поздравлением с Днем Единства, который в нашей стране празднуют 4 ноября. И поскольку сюжеты проектов Марвел часто происходят в то время, когда они выходят, есть большой шанс, что секретное вторжение и возвращение Ника Фьюри мы увидим уже ближайшей осенью. И это не последнее возвращение, в ближайшее время их будет очень много. Ведь в Марвелах, как я уже рассказывал, должна появиться героиня Тора, Валькирия. Но это не единственная супергероиня, которая заглянет в гости на триумф женской супергеройки. Дэниел Рихтман сообщает, что в фильме появится и Человек-муравей. А значит, сиквел Капитана Марвела может быть как-то связан с Квантоманией, ведь сольник Кэрол Денверс хронологически происходит раньше Третьего Человека-муравья. Вечные тоже скоро вернутся, как обещают инсайды. Но вот ждать их появления в Марвелах Торе Любовь и Гром или Докторе Стрэнджа в мультивселенной Безумия не стоит. В прокате Эпик Хлоид Джао собрал неплохие для пандемии 400 миллионов долларов, но все-таки для Марвел это слабый результат. Тем не менее, на Disney Plus всего за пять дней картину посмотрело 2 миллиона пользователей, что неплохо для стриминга, но не так круто, как проект DC. Ведь отряду самоубийц Миссия на вылет удалось добиться результата в 2,8 миллиона человек всего за уикенд. Ну а теперь это самый популярный проект DC на HBO Max, о чем сообщил Джеймс Ганн в Твиттере. Так что мы вполне можем увидеть продолжение. А пока фанаты ганновского черного юмора вовсю наслаждаются миротворцем, который уже стартовал. И хоть это всего лишь спин-офф основной киновселенной, он очень важен для ее будущего. Джеймс Ганн рассказал, что один из героев сериала затем появится в следующем большом фильме студии. Это часть киновселенной DC, так что они могут использовать этих персонажей. Я имею в виду, что один из этих героев, с которым познакомятся зрители, появится в будущем большом фильме DC. Так что наш сериал связан с ним. Кто знает, какую роль эти герои сыграют в будущем? Я говорю о том, что никто не знал Стражей Галактики, а потом они внезапно стали важными героями Войны Бесконечности и Финала. Так что никто не знает, что случится с миротворцем через 5 или 10 лет. Так что напишите в комментариях, кто бы это мог быть. А вот один из актеров-миротворца, Чак Вуди и Вуджи, появится в другом проекте Гана – Стражей Галактики 3. Режиссер уже упоминал, что его персонажа хотел бы сыграть любой крупный голливудский актер. Мы с Джеймсом разговаривали об этом и поняли, что это определенно один из самых сложных персонажей во всей вселенной Марвел, если не самый сложный. Так что он очень сложный и очень сильный, и, надеюсь, очень интригующий. И я надеюсь, что смогу это передать. Ну а самые сильные супергерои DC могут вновь объединиться в Лигу справедливости. Все тот же Дэниел Рихтман сообщил, что сценаристка Флэша Кристина Хадсон сейчас работает над новой частью о супергеройской команде. Никаких подробностей о проекте нет, но наверняка сольник Флэша хотя бы намекнет на следующий глобальный кроссовер во вселенной DC. Продолжение Снайдерката ждать нет смысла, ведь для основной киновселенной каноничной является версия Джосса Уидона. Даже несмотря на скандал, который разгорелся вокруг режиссера из-за обвинений в оскорбительном и абьюзивном поведении. Сам Уидон так и отрицает все обвинения. В большом разговоре с изданием «Волчер» постановщик обвинил во всем актеров, сказав, что никогда раньше не работал с такой грубой группой людей. Также он считает, что в его травле виноваты фанаты Зака Снайдера. «Не знаю, кто это начал. Знаю, во имя кого все это было. Зарождающийся интернет превозносил меня, а современный сбросил меня вниз. Идеальная симметрия». Обвинение Гал Гадот в том, что он обещал испортить ей карьеру, Уидон списал на банальное непонимание, ведь для актрисы английский не первый язык. Гадот в ответ заявила, что поняла все четко, а Рэй Фишер вновь отреагировал постом в Твиттере. «У Джосса Уидона было почти два года, чтобы отрепетировать свою историю. Он, вероятно, потратил десятки, если не сотни тысяч долларов на пиар, кризис-менеджмент и коучеров. И его ответ на обвинение – все они меня не поняли и или хотят от меня избавиться. А еще моя мама секси». Короче, Лига Справедливости – это максимально невезучий проект для DC с постоянными скандалами, форс-мажорами и провалами, который на долгие годы поставил крест на эпичных кроссоверах в рамках киновселенной. И студия пока еще предпочитает делать отдельные проекты, чем вновь собирать всех вместе. Совсем скоро это должен изменить Флэш, ну а пока DC больше сосредоточены на Бэт-версии. В сети появились новые кадры со съемок Бэт-герл, которая будет частью основной расширенной вселенной DC. На них можно увидеть облик праздничного Готэма, Лесли Грейс в костюме Бэт-герл, а также Брэндона Фрейзера в роли Гарфилда Линса по прозвищу Светлячок, который уже устроил пожар. Съемки сцены со Светлячком попали на видео, так что уже можно посмотреть, как все это выглядит в действии. Не знаю, как вам, а мне уже не терпится увидеть Фрейзера в его злодейском костюме. Сам фильм должен выйти в этом году, правда, пока неизвестно когда. Но возвращение в Готэм состоится куда раньше, ведь в марте выходит Бэтмен Мэтта Ривза, действие которого будет происходить на Альтернативной Земле 2. Фильм получил новый трейлер, в котором, кажется, подтвердились теории из моих разборов трейлеров. К примеру, о том, что родители Брюса в этот раз напрямую замешаны в коррупционных схемах Готэма, тогда как загадочник пытается привлечь внимание Бэтмена, за маской которого он узнал Брюса Уэйна. В сеть также попал отрывок со сцены с похорон, в котором, правда, нет новой информации. А также композитор фильма Майкл Джокина опубликовал заглавную тему нового Бэтмена, которую мы уже слышали в трейлерах. Сам фильм уже официально будет самым длинным фильмом о Тёмном Рыцаре, ведь его хронометраж составит 2 часа 55 минут. Ранее самым длинным фильмом про Бэтмена был Тёмный Рыцарь Возрождения Легенды, который длился 2 часа 45 минут. Интересно, входит ли в этот хронометраж сцена с Джокером Барри Кевгана, о котором ходили слухи? Если вам мало Джокеров, то Уильям Дефо рассказал, что хотел бы сыграть принца-клоуна Готэма в сиквеле Джокера. И у него даже есть идея, как это организовать. Есть что-то интересное в идее о том, что у Джокера появится подражатель. Таким образом, мы бы увидели двух Джокеров, но один из них на самом деле не является Джокером. И это открывает возможность для интересной истории, особенно если у вас был Джокер Хойкина Феникса, а затем бы появился кто-то, кто бы ему подражал, либо копировал то, что он делает. Ну, остается надеяться, что кастинг-менеджер Ворнеров не упустит возможность показать нам такого Джокера. Лично мне кажется, из Уильяма вышел бы самый каноничный Джокер. Но во вселенной с Артуром Флеком я бы не хотел его видеть. Ему нужна отдельная, собственная история. О сиквеле Джокера пока новостей нет, но учитывая, что из-за пандемии студиям пришлось перенести многие проекты, кажется, что и второй Джокер куда-то переехал. Да, студии вновь взяли за переносы. Paramount, например, отложили седьмую и восьмую миссию невыполнима. Седьмой фильм теперь выйдет 14 июля 23-го года, тогда как восьмую часть придется подождать еще год, до 28 июля 24-го. А вот триквел «Тихого места» отложили до 22 сентября 23-го года. Официальная причина – продолжающаяся пандемия. Так что пока балом правят стриминги. Amazon, например, готовит к осени сериал по «Властелину колец». И совсем недавно в сети появился первый тизер. В нем показали только логотип, а также раскрыли официальное название. Сериал будет называться «Властелин колец. Кольца власти». А значит, в центре сюжета действительно окажется история создания «Великих колец власти», с помощью которых Саурон намеревался поработить народы Средиземья. И самое интересное в этом тизере то, что в нем нет компьютерной графики. Да, создатели реально засняли процесс создания логотипа с помощью расплавленного металла, красного дерева и аргона. Металлом порадовал и один из фанатов «Властелина колец». Ютубер-музыкант Брэдли Холл решил очень сильно заморочиться и нестандартно адаптировал картину Питера Джексона. Он превратил весь фильм «Властелин колец. Братство кольца» в огромную трехчасовую металлическую балладу. Это просто подарок для всех металлхедов. Дисней тоже не собирается отставать и готовит возвращение своей ностальгической классики. Компания анонсировала сериал-продолжение рождественской трилогии о Санта-Клаусе с Тимом Алланом в главной роли. Тим Аллан снова сыграет Санту и в этот раз будет искать нового Санту себе на замену. Съемки планируют начать в марте, так что сам сериал мы можем увидеть уже к следующим праздникам. Ну и главный подарок для всех гиков я оставил напоследок. Дуэйн Джонсон в одном из интервью проговорился о том, что работает над фильмом по очень известной видеоигре. Эту новость репостнул в Твиттере знаменитый геймдизайнер Клифф Ближинский, создатель знаменитых Unreal и Gears of War. Так что очевидно именно над шестеренками войны и работает Скала. Интересно, выбил ли он себе главную роль? Ведь абсолютным фаворитом на роль Маркуса Феникса для всех фанатов был Дэйв Батиста, который даже появлялся в виде альтернативного образа. Ну, остается надеяться, что с опытом Джонсон научился фильтровать проекты, в которых снимается, и фильм будет лучше, чем его другая видеоигровая экранизация – Doom. Ну, а теперь расскажу вам, что уже можно посмотреть в кино и в сети прямо сейчас. И хоть январь достаточно слабый месяц для новых релизов, в кино можно посмотреть новый хоррор Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров», тогда как в сети стал доступен хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» и «Возвращение Нео» в «Матрице Воскрешение». А на HBO Max уже можно посмотреть несколько серий «Миротворца». Ну и по вашим просьбам я решил вернуть рубрику ретро, которая теперь будет выходить раз в месяц. Так что сейчас я расскажу вам, какие фильмы покоряли сердца зрителей в прошлых январях. 25 лет назад зрителей спасали от холодной зимы смешная комедия «Ниндзи из Беверли Хиллз», гонконгский боевик с Джеки Чаном «Первый удар» и комедия с Эдди Мёрфи «Городская полиция». А криминальная комедия в тупике стала одним из последних фильмов Тупака Шакура. Ну а Джаред Лето сыграл реального американского бегуна с тяжелой историей в фильме «При Фонтейн», тогда как Кевин Спейси дебютировал в режиссуре с триллером «Альбина Аллигатор». 20 лет назад в кинотеатрах шел замечательный семейный фильм «Снежные псы» о том, как дантист получил в наследство ездовых собак. Пары предпочитали мелодраму «Спеши любить», тогда как любители более серьезных драм любовались Дженнифер Энистон и Джейком Джилленхолом в «Хорошей девочке». Мастер исторических драм Кевин Рейнольдс радовал своим «Графом Монте-Кристо», а любители фантастики смотрели «Человека-мотылька», пока фантастический триллер «Пришелец» удивлял нестандартным сюжетом про войну людей с пришельцами. 15 лет назад Люк Бессон удивлял драмой «Ангел А». Не менее интересной вышла драма «Писатели свободы» об учительнице в классе трудных детей. Человек-спойлер Шон Бин украшал своей игрой напряженный триллер «Попутчик», а козырные тузы рассказывали историю о том, как ФБР пытались защитить важного свидетеля от мафиозного клана. Лиам Ниссон и Пирс Броснан меняли представление о вестернах в «Водопаде Ангела», тогда как глава 27 рассказывала реальную историю убийства Джона Леннона. Реальные события воспроизводила и криминальная драма «Альфа Дог» про подростков, похитивших ребенка из-за долга. А вот мюзик «Братство танца» показывал молодежь в более романтичном свете. Романтики было предостаточно и в «Кошках-мышках» с Дженнифер Гарнер, тогда как в «Мой папа-псих» Майкл Дуглас и Эван Рэйчел Вуд разыгрывали комедийный дуэт. 10 лет назад Рэй Файнс, известный многим по роли Волан-де-Морта, снял свой режиссерский дебют – военную драму «Кариолан». Кристиан Белл попробовал себя в китайском кинематографе, в высокооцененном боевике «Цветы войны». Фэнтези-боевик «Другой мир пробуждения» рассказывал очередную историю о противостоянии людей, вампиров и оборотней, пока Марк Уолберг работал крутым контрабандистом в боевике «Контрабанда». Лиам Нисон тем временем выживал посреди холодной Аляски после крушения самолетов в фильме «Схватка». Ну а на грани показал невероятное ограбление прямо под носом полицейских. Пять лет назад на большие краны вернулся Ксандер Кейдж в блокбастере «Три икса. Мировое господство». Шьемалан держал зрителей в напряжении своим триллером «Сплит». Кейт Беккенселл снова сыграла воинственную вампиршу в «Другой мир. Воины крови», тогда как Мила Йоович и Пол Андерсон поставили точку в зомби-франшизе с боевиком «Обитель зла. Последняя глава». Майкл Киттон тем временем блистал в боепике «Основатель» про создателя сети «Макдональдс». А Мэтью МакКонахи искал золото в Индонезии в авантюрной драме «Золото». Ну а вдохновляла и заряжала позитивом семейная драма «Собачья жизнь», тогда как DC радовали фанатов анимационной «Темной лигой справедливости». Ну а что из этого смотрели вы? Поделитесь в комментариях. Ну и поделитесь вашим мнением о рубрике «Ретро». Что добавить, что изменить, как исправить, как улучшить. В общем, пишите, и я почитаю. Ну что ж, это были все интересные новости прошлой недели, о которых мне хотелось вам рассказать. Если же я что-то упустил, то не забудьте написать мне об этом в комментариях, и не забывайте ставить свои информационные лайки, а также подписываться на мой канал. Ну и напоследок расскажу вам, что мой трип по США уже стартовал. Сейчас я нахожусь в Далласе, могу даже показать вам вид из окна. Короче, больше видосов у меня в Инстаграме. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Кабикрам, мы режем киноленты.